Добрый день! Сегодня анбоксинг и это уже ванная для многих GAN 356 XS. Премиум кубик от компании GAN. Открываем. Коробочку сразу посмотрим. Здесь они первым делом демонстрируют систему регулировки магнитов. Красивая. Сразу здесь вывалилась карточка XS. Сам кубик в боксе. Здесь больше ничего нет. Карточку убираем. И интересна будет вот эта вот вещь. Здесь должны быть аксессуары. Открываем. Так. И нас ожидает вот такая вот штука. Это вроде бы как инструкция о нововведениях. И стандартная портянка GAN. Ну раскрывать не буду, она у них особо не меняется. Здесь метод Фридрих. Все такое есть. И это очень хорошо. Это одна из самых лучших, наверное, инструкций, которые кладут в кубики. Ну, вот это. Это нам рассказывает бумажка, что здесь новая крестовина, на которую надеваются новые гаечки, которые регулируются новым ключиком. То есть, как вы заметили, здесь нет стандарта вот этого гановского трехсилового ключа, который всегда был для натяжения гаек. Здесь теперь ключик вот такой. Вот он ключик. И вот эти вот. Это что-то вместо гаек теперь. То есть, их можно установить. Здесь можно присмотреться и увидеть цифры 024, если не ошибаюсь. Да, 024. На самом кубике установлены такие вот гаечки другого цвета. И там 1, 3, 5. Подобная система была на кубиках MoYu, VRM, Guaguan Yuxiao, EDM. То есть, ну, смысл тот же. То есть, можно более четко настроить по щелчкам и выставить в разных положениях. Да, в комплекте еще был мешочек. Не помню, конкретно этот или нет, но гановский синий мешочек. Что весьма полезно. Вместо бестолковых гаек, которые там раньше лежали, мешочек пригодится. Нам более интересен, естественно, сам кубик. Первая головка, которая нас ожидает, это как открыть бокс. Тут как бы видимых каких-то нет. Вещей, за которые можно что-то потянуть. Ну, а если немножко присмотреться, то можно найти такое вот углубление. Если на него нажать, а вот именно не так просто давить. Конечно, я первый раз надавил, и у меня открылось. Все, есть ума, не надо. Да, но вот если от угла, в сторону того угла, так вот надавить, то легко открывается. И достается сам кубик. Как я понимаю, у Ган-Х был бокс другой. Их я не покупал, поэтому сравнивать не буду. Ну, такой вот боксик. Ну, не знаю. Вроде бы интересный. Но как бы... Так вот можно его поставить и в нем кубик хранить. Что интересно, я тут заметил, обратно если ставить, кладем кубик вот сюда. Не туда, а именно вот сюда. И закрываем вот так вот. И кубик здесь не болтается. Там вот есть такой вот, не знаю, подиум. Если его видно на камере. Он там то ли прорезиненный, ну, короче, мягенький какой-то. Фиксирует кубик на месте. Открываем. И извлекаем. Как видно по логотипу кубика, который должен быть значительно ярче новым. На кубик я уже открутил больше тысячи сборок. Не могу уже что-то о нем рассказать. Свои первые впечатления. Наверняка все наслышаны о том, что в предыдущей версии GANI X были сменные магниты, которые сюда вставлялись, такие капсулки. И это многим нравилось. Я X покупать не стал. Я предпочел ему купить Татминкс, который стоил столько же денег и меня обрадовал больше. Но решил я все-таки XS купить. В модели XS нет несменных магнитов, нет несменных гаек, только один ключик. И как бы он должен быть значительно дешевле. И это многие обещали. Но посмотрим правде в глаза. В зарубежных магазинах GANI XS стоит столько же, сколько и X. В российских магазинах сделали незначительную скидку. Менее 100 рублей. Да и ничто. Короче, кубик стоит столько же, сколько и X. Причем это если брать номериковую крестовину, которая чуть дороже. Плохо ли это? Ну, скажем, да. Кто-то нас обманул. Ну, те, кто обещали, что он будет дешевле. Но, кто бы это верил, я не очень. Ну, конечно, надеялся, но не верил. Понятно, что вот эти вот решения, регулировка гаек по щелчкам и регулировка магнитов уже встречались, к примеру, в кубике EDM, на который я недавно выпускал видео, хотя он у меня уже достаточно давно. Есть похожие решения в кубике EDM. Да, система регулировки гаек более совершенная. Для того, чтобы снять крышку с центра Гана XS, приходится прилагать достаточно серьезные усилия. Там мы видим вот здесь вот такую голубенькую втулку. Запасные у нас такие синие. Цвета можно отличать. И у них разные положения. То есть их можно вручную, я так понимаю, переставить в разные положения. И потом вот этим ключиком так еще регулировать. Меня устроила настройка из коробки, поэтому я ничего менять не стал. Просто покажу. Да, есть такая система и наверняка она хороша. Если меня что-то в будущем устраивать не будет, да, здесь можно поиграть. Но крышки снимаются уж очень тяжело, и точно они во время сборки не вылетят. Прямо такие защелки здесь мощные. Куда более интересно мне показалась система с магнитами. На кубике EDM впервые появилась такая система. И она имела два положения. У Гана XS таких положений три. И те, кто смотрел мое видео про EDM, наверное, догадались, что здесь мне эта система не понравилась. То есть она как бы работает, но работает на следующем образом. Включены магниты, выключены магниты. Понятно, что если ты покупаешь магнитный куб, ты хочешь, чтобы он был магнитным. И, соответственно, выключать магниты просто так не будешь. Да, то есть получается кубик одного положения. То есть включил магниты и радуешься. Потому что в более близком положении к центру эти магниты совершенно не чувствуются. Поэтому неудачно. На кубике Ган я предполагал что-то похожее, но надеюсь, что это будет не так. Положение три. Изначально все приходит на среднем положении. И этот кубик по магнитам примерно похож на Ган SM. Ган Air SM. Хороший кубик. Отличный кубик. И собирать можно. Я первое время на нем собирал. Открутил сотку. Включил магниты посильнее. Да, и тогда стало похоже на Ган УМ. Вот Ultimate Magnetic. Да, здесь сильные магниты. Открутил еще сотку. Поставил самое слабое положение. И, о чудо, кубик не перестал быть магнитным. Да, магниты были слабенькие, но они чувствовались. Возможно, потому что сам кубик весит всего лишь 67 грамм. Что он сам по себе нереально быстрый. Да, скорее всего. Но это работает. Магниты чувствуются. На любом положении. Да, вот это переключение магнитов все еще не идеально. Внутрь переключать легко. Наружу чуть сложнее. Но можно. Специально оставил подлиннее ногти перед этим видео. Чтобы у меня это получалось. Иногда трудно остановиться на среднем положении. Можно проскочить. Вот хочется среднее положение. Например, отсюда. И вот я сейчас случайно сделаю два щелчка. Критично ли это? Да, в принципе, нет. Вот сейчас опять сделаю два щелчка. Хотя хотел оставить на среднем. Ну, возможно, я криворукий. Ну, в итоге я остановился на крайнем положении. То есть магнит как можно ближе к этому уголку. Ну, так, чтобы он ближе находился к магниту, который в угловом элементе. Так они друг напротив друга. И так самое сильное магнитное воздействие. Сразу скажу, что первые впечатления от кубика у меня были негативные. У меня был GAN 356R. Наверное, лучшее немагнитное произведение от компании GAN. И мне здесь очень нравились цвета. Да, я знал, что на GAN X цвета немного другие. Но пластик по матовости примерно такой же. Я неоднократно в зоне скрамплинга его перемешивал. Ну, не знаю, как он выглядит. XS пришел матовый. Причем я, конечно, видел какие-то чьи-то обзоры. Иностранные до этого. И по видео он таким не казался. Но пришел сильно матовый. Примерно как 2х2. Но, скажем так, не такой противный. То есть на 2х2 огромные элементы. Ну, по сравнению с трешкой. Здесь помельче. И как бы... Ну, не так критично это было. Я не обрадовался такой новости, что кубик матовый. И решил покрутить. Для тех, кто часто моет руки или просто сухая кожа. А вот эта матовость является проблемой. То есть кубик начинает выскальзывать. Я как раз из таких. То есть я, если мою руки, то с мылом. И они слегка сохнут. На соревнованиях, когда руки потеют, соответственно, от волнения, от прочего, это наоборот хорошо. Но лично мне дома это не нравилось. Сейчас я уже замечаю, что после тысячи сборок, вот эта матовость потихоньку переходит в глянец. Не совсем, конечно, как на 356R. Но уже вполне приятно. Я не знаю, для чего компания Ганн прям такой сильно матовый пластик делает изначально. Мне он не понравился. Но это проходит. То есть как бы кубик обычно притирается изнутри. Но компания Ганн сделала так, что он притирается и снаружи. А я специально достал свой Megaminx. И посмотрел, что на нем углы уже практически глянцевые. На нем тоже не очень много. Чуть меньше тысячи сборок сделано. Ребра более матовые, а уголки более глянцевые. Видимо, тоже притерся. И даже кубик 2х2, который меня изначально раздражал, после более чем тысячи сборок слегка притерся. И стал уже не такой матовый. Матовый пластик, это, конечно, неприятно, но это проходит. И я решил именно на Гане Икс Эс собирать на чемпионате Мэй. Не очень удачно это получилось. Ну, как бы не сильно-то я и тренировался, скажем так. И на тот момент на этом кубике было все от сборок 300. Потому что он пришел ко мне как раз за день до отъезда на чемпионат. То есть привыкнуть я к нему не успел, но он меня заинтересовал. То есть первый день я как раз те самые 300 сборок открутил. И вот решил все же, пусть не покажу рекордных результатов, но соберу. Ну и не пожалел. Кубик этот теперь, наверное, будет моим основным. И пусть спустя где-то 1100 сборок, или 1200 даже, я все-таки обновил на нем свою сотку. Напомню, что предыдущий фаворит был Thunderclap V3M. На нем я сделал сотку 16.02. Здесь 15.97 или 15.95. Ну, короче, меньше 16. Да, это примерно такое время я собираю дома. На соревнованиях у меня 16.01 АВГ. Пока вот не перебью. Как бы важный вопрос, что купить? Ган-Х или Ган-ХС? Ну, Ган-Х я покупать, как уже сказал, не стал. Но удобнее, удобнее, XS. Куча всяких вещей с собой носить не нужно. При необходимости можно взять с собой вот это вот. Ну, если захочется менять натяжение пружин. Ну, а если вам потребуется только изменить силу магнитов, к примеру, там, для сборки двумя руками, для сборки одной рукой, то это все делается вот этими щелчками. Хорошо это? Да, хорошо, удобно. Мог бы быть кубик дешевле? Да, конечно, мог. Конечно. Маркетинг кучу денег просит. То есть больше 4 тысяч за этот куб. Ну, не совсем разумно. Но, честно, он того стоит. Я не являюсь поклонником компании Ган. Несмотря на то, что я собираю Megaminx в Ган. Двушка у меня есть в Ган. Трешка теперь в Ган. Я не являюсь фанатом. Но вот этот экземпляр достойный. На нем я, наверное, покручу побольше, чем просто тысячу. Тысяч 10 на 10 кручу. Звук вращения вот такой вот. Очень тихий. Ну, Ган славится тем, что вращать кубик можно тихо. Кто-то это делает по вечерам или по ночам, когда родные спят. Или на уроках. Не собирайте кубики на уроках. Учителя будут ругаться и отбирать ваши кубики. Но... Кубик хороший. Покупать ли его новичкам, если они вот только-только переходят на Фридрих и хотят, ну, какой-то современный кубик после немагнитного. Не стоит. Есть Thundercloud V3M. Я на нем пособираю примерно так же. Да, один, наверное, из лучших кубиков современности. Да, он погромче. Да, у него нет кучи сменных магнитов, гаек и прочего. Но он отлично крутится. И всем хорош. Ну и стоит примерно в 8 раз дешевле. Ну, может, в 6. Смотря где покупать. То есть, Ганн, ну, для тех, кто прям обожает Ганн. Кто уже собирает прям на отличном уровне, в районе 10 секунд. Или у кого просто много денег и кому не жалко. Или коллекционеры, как я. Совершенно не жалею, что не покупал Ганн X. XS вполне неплохой вариант. Давайте соберем еще одну сборочку. Я как-то обещал выпустить видео по методам Y для 3х3. И я, наверное, снимать его буду как раз на этом кубике. Ну, почему бы и нет. И постараюсь это сделать, ну, по крайней мере, начать в ближайшее время. Хороший кубик. Компания Ганн, конечно, выпустила еще более дорогую версию своего куба. Это Ганн Ай. Но его я покупать точно не буду. Вот это, наверное, сейчас самый такой позитивный дорогой кубик. Если выбирать из всех Ганн. Очень тонкая система настройки. Как магнитов, так и гаек. И все хорошо. И самое главное, что матовость вот эта стирается и становится нормальной. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok